Хотел немножко начать, тут несколько слайдов. Это такая деревня, она находится не очень далеко от Маклеуд-Ганш, если кто не знает, это резиденция Зала-Илама, которая находится рядом с Дарамсалой, но сам Маклеуд-Ганш это такое очень туристическое место, там очень много туристов, потому что есть последователи буддизма, есть те, кто интересуется Тибетом, потому что, собственно, там очень много тибетцев живет, которые там обосновались. Ну, как бы после того, как они покинули сам Тибет. Но вот эта деревня, она находится в отдалении, там туристов практически не бывает, и если есть, то, по сути, это локальные туристы, туда приезжают люди с Пенджаба, особенно летом, потому что летом страшная жара, у них два месяца отпуска, и в этот отпуск они как раз уезжают в горы, потому что в горах не так страшно и жарко, достаточно прохладно. Климат очень похож на петербургский, вот как в Карелии у нас, там около 28-30 градусов, очень природа похожа. И вот здесь вот на фотографии это деревенская школа. Я жил, собственно, у учителя, они сдают там дом, вот, и вот побывал у них в классе, посмотрел, как это происходит у них. Очень интересно, как происходит обучение. Вот как раз видите примеры таких книжек простых для изучения хинди, портреты известных деятелей индийских, Ивикананда, Джихао Неру. Очень интересно, что в процессе обучения дети, они сами задают друг другу вопросы, сами друг друга тестируют, поют гимн индийский. Очень интересно, конечно. И, ну, вот как бы в это место вряд ли бы я попал, не зная хинди, и договориться о том, чтобы там пожить и общаться с местными детьми, это было увлекательно, очень интересно. Да, вот тоже, видите, например, карта Индии, и здесь вот все ключевые штаты, ну, то есть все штаты, собственно, индийские, и их название столиц. Да, собственно, нужно видеть. Ну, и сверху вообще очень много, где, ну, вот что в Самвадо Шалак, когда я санскрит изучал, у нас были там, как бы сказать, борды с разными цитатами, надписями, слоганами. Так, и, собственно, здесь, да, вот сверху написано, манушья ки пахчан узкий капрон сенаги, узкий гунон сэхотегэ, да, то есть идентификация человека, она определяется не по его одежде, а по тому, какое у него качество, какой у него характер, можно так сказать. Вот, да, ну, вот как пример, пример такой цитаты. Да, тут же, в школе в этой, на самом деле, два учителя, вот, собственно, вот, Ромеш, который вы видели на фотографии, еще одна женщина, и они преподают там, ну, как бы все базовые знания. То есть это и чтение, это и хинди, это и математика, это, видите, астрономия, то есть есть знания, то есть эти учителя, они обучают, ну, всем, всем основным навыкам, которые необходимы. Ну, вот детвора, собственно, видите, да. Цвета, ну, вот это класс английского языка, да, то есть вот тут на английском языке можно видеть, вот, видите, название животных, цвета, как называется, фрукты, да. Причем все это находится в горной местности, вокруг горы, красота. Вот это вот тоже уголок, да, и кто не знает, может быть, это игра Карум, очень популярная в Индии игра, это такой, как бы, симпиоз Чапаева. И бильярда. К сожалению, кадр у меня немножко размазанный получился, но, тем не менее, вот, можно увидеть. Вот. Это, что касается этой деревни. Рядом же здесь, в том числе, очень интересно, есть такое горное озеро Карери. Чтобы туда добраться, необходимо пройти пешком, тоже от Маклео Ганжи, около 13 километров по горам. Причем, удивительно, конечно, я был очень впечатлен в том, что дорога, которая идет вверх, она не просто какая-то козья тропа, а это камнями выложенные ступени, по которым можно идти несколько километров поднимаясь. Вот здесь вот, собственно, это уже на самом озере, уже как бы на подъеме, это домики, в которых живут пастухи, они здесь, как бы, пасут коз. Ну, и добраться туда, конечно, без знаний хинди местами было очень сложно, потому что, ну, можно было, конечно, взять кого-нибудь из гидов местных, но я был сам в этом случае гидом, у меня была карта, и дальше с местным народом я там уже ориентировался, выяснял, как, каким образом добираться до того или иного места. Плюс еще нам приходилось останавливаться по дороге, то есть это, ну, как бы не за один присест было сделано путешествие, поэтому там приходилось. Ну, это вот со мной путешественница была, можно увидеть, какого-огромного размера камня там, как у нас в Карелии практически. Местами приходилось по дороге останавливаться, договариваться с местными о том, чтобы там купить молока или разжечь костер, ну, и так далее. И вот, опять же, хинди очень-очень пригодился в этом смысле. Озеро немножко обмелевшее, ну, видимо, в этот сезон, там цветут красивейшие рододендроны, вот, можно увидеть, да, вдоль склона. И есть немного снега, не очень много его там было на склонах, но он там, собственно, и есть. И еще одно путешествие, которое, ну, вот, оно больше связано со школой, потому что это там недалеко, это триумф, вершины, которые находятся тоже, как там, вот, в этом же районе, Маклеот-Ганже. Значит, и туда подниматься не очень долго и достаточно просто. И очень красивые виды. По поводу обучения, могу сказать, что это, конечно, очень сложный вопрос в целом, на самом деле, потому что система образования у них 12-летняя, после чего они там уже идут в колледж. И образование, на самом деле, в Индии, оно, ну, очень многогранное, в том смысле, что есть очень дешевые школы для тех, у кого нету достаточного достатка. Есть там школы очень дорогие, там, где все преподаватели говорят на очень хорошем английском языке. Есть школы Монте-Сори, есть отдельные школы Кришнамурти. Ну, то есть, там достаточно широкий спектр того, где люди могут учиться. И, конечно, они стараются это делать, потому что образование – это возможность получить хорошую работу, особенно если люди знают английский язык, то у них есть вероятность куда-то устроиться прилично. Потому что без знания английского языка, конечно, это очень сложно. Да, то есть, вот такие вершины. Да, вот, чаровательные козлики, которых тут тоже пасут, собственно, да, вот можно увидеть. Вот, это вот триунг, есть вот подножие, и люди идут прямо туда, вот прямо наверх, на вершину, это уже отдельный такой трек. И вот от Маклео-Ганжи, если вы будете там, там пешком, ну, я не знаю, часа два, наверное, там тоже такая дорожка по ступеням, километра три-четыре. Ну, достаточно такое легкое восхождение, и за день прогуляться, в общем, можно с удовольствием, особенно в такую погоду. Просто одно удовольствие. Ну, и можно пообщаться с кем-то по дороге, практиковать, собственно, свой хинди. Еще одни горные вершины, раз уж мы про них заговорили, это Пон Муди, это уже совсем другой штат, это, по сути, граница Кералы и Томилнаду. Это тоже, как бы, ну, не сказать прямо горы-горы, но возвышенность, очень красивое место, там находятся чайные плантации, где англичане построили, собственно, фабрику переработки чая. И, ну, место фантастическое, конечно. Туда очень здорово добираться на своем транспорте, то есть туда, в принципе, насколько я помню, ездят автобусы, но мы ездили туда на мотоциклах, на скутерах, и это очень здорово, потому что дорога такая серпантинная, красивая очень, там сменяющийся климат, потому что, ну, как бы, поднимаешься по высоте, и температура воздуха, она меняется, соответственно, то есть от более такого жаркого, более прохладного, чем выше, тем, собственно, тем более прохладно. Вот. И туда, чтобы добраться, конечно, хинди, он тоже бывает нужен, особенно если ехать, в принципе, использовать какой-то транспорт для того, чтобы уметь договориться, ну, сориентироваться в обстановке, понять, куда и как поворачивать. И здесь могу сказать следующий момент про юг, да, то есть Керал, это Милнаду, это южные штаты, что есть такой момент, что, в принципе, сами южане, они с северными индийцами, хотя и знают хинди, на хинди бывает не разговаривают, у них такая принципиальная позиция, они общаются на английском языке, но если иностранец знает хинди, то они, в принципе, вполне с радостью с ним могут пообщаться, потому что, в принципе, они все знают хинди, так как это является государственным, он является государственным языком, на нем показывают телевидение, пишутся газеты, и поэтому, ну, опять же, его изучают в школах, поэтому хинди, конечно, его можно использовать везде. Кроме этого, на самом деле, на югах достаточно большое количество северных индийцев, которые работают авторикшами, строителями, торговцами, там, не знаю, овощей, ну, и так далее. И, в принципе, с ними, ну, они с радостью общаются на хинди, и, как правило, именно с ними, ну, там, с авторикшами, авторикшами, или еще с кем-то, нам нужно договариваться. Я был в том числе, например, в ашраме Шиши Рави Шанкара, это тоже самое направление, ну, если об этом, это Бангалор, и, ну, вот это не сам ашрам, это рядом, там, у меня просто самого ашрама фотографий нет, но, будучи в самом ашраме, я знакомился с местными, кто работает там при ашраме, и вот они, по большей части, были севера Индии, и были очень рады возможности пообщаться с иностранцем. А это еще одно место, тоже очень интересно, мало кто о нем знает, это Американская медитационная пирамида. Она находится где-то в 30 километрах от Бангалора, вот, очень такое интересное место, построено американцами по специальному проекту, она внутри практически пустая, там просто люди приходят, медитируют, и, собственно, все. Вот, и, опять же, чтобы туда попасть, в общем, нужно об этом знать, и так, с бухты-барахта, ну, в общем, туда не попадешь, да. Да, связь с космосом, можно и так сказать, действительно. Вот, это вот рядом с Бангалором. Вообще, Бангалор, конечно, очень интересное место, и вокруг него много чего есть посмотреть, так что, если кто как-то добьется, то тоже. Вот еще одно такое, тут несколько слайдов, это город Пуна, и в этот город я попал благодаря знакомству с Викторией Дмитриевой, сейчас у меня, по-моему, даже тут ее фотография была. Вот она, да, такая замечательная, она санскритолог, вообще в Индии уже живет, по-моему, уже больше 20 лет, тоже, вот, как раз, в основном, в Кероле, тоже занимается тем, что водит туристов по Индии частным образом, пишет книги про Индию, переводами занимается, ну, и, в общем, очень рекомендую, если кто-то каким-то образом с ней пересечется, она семинары время от времени проводит в Петербурге, очень рекомендую. И вот, благодаря знакомству с ней, мы ездили в Пуну на фестиваль музыкальный, который называется Ганхарба Махацав. И, в том числе, попали вот там в чудесный музей музыкальных инструментов. Для меня это было, конечно, удивительно, потому что, ну, таких диковинных музыкальных инструментов я особо по Индии не видел. То есть, вот, если кто-то каким-то образом окажется в Пуне, очень рекомендую сходить, да, то есть, там особые формы скрипок с тарафом, то есть, это дополнительные резонирующие струны, которые вы принесете Тария. Виктория Дмитриева, да, вот, Александра, вижу ваш вопрос. Дмитриева, если вы в интернете наберете, я думаю, что вы легко достаточно найдете. Да, вот тут какой-то такой космический Ганеша, видите, да, тоже непонятно, откуда он, собственно. Удивительные вот тампуры, да, вот тампуры для того, чтобы на ней играло три человека, а тампуры, чтобы на ней играло два человека. Нигде более я вот в Индии пока и до этого, и после, собственно, таких инструментов не видел. Там же огромное количество всяких диорубы, ситары, барабаны, ну, в общем, кто каким-то образом попадет в Пуну. Ну, и вообще, в Пуне, кстати, достаточно большое количество университетов, это очень такой студенческий город, и если кто-то надумает учиться в Индии чему-то, и хочет это делать достаточно комфортно, да, то есть, там, может быть, в Дели это может быть немножко напряженно, там, в Варанасе тоже достаточно, там, может быть, некомфортно кому-то, то Пуна в этом смысле очень такой спокойный, размеренный город, и у них есть, собственно, программа обучения для иностранцев в том числе, и поэтому там по АСИК или по АСИСР запросто можно туда попасть и посмотреть. Вот это удивительное место, да, мало о нем кто знает, это вот как раз, раз уж я заговорю про Варанасе, это водопады, которые находятся не так далеко от него, но мало о нем кто знает, о этих водопадах, правильнее сказать, и сами индийцы бывают там, ну, никогда не были, живя в городе Варанасе, а там, тем не менее, очень интересная вещь, это реальные петроглифы, то есть это каменная наскальная живопись, очень древняя ее там, исторически датирует очень большими датами, я сейчас не буду врать, какие именно, но очень серьезные, при этом очень интересно, что можно увидеть, да, что тут приезжающие индийцы, они тоже оставляют свою наскальную живопись и дополняют дополнительными, как бы, орнаментами те, которые есть. То есть никаким образом, вот это, конечно, удивительно и немножко грустно в Индии, что вот такие вещи, они никаким образом не охраняются, нет никакого забора, ни человека, который бы каким-то образом отслеживал о том, чтобы, ну, никто не трогал такие, как бы, артефакты, но, тем не менее, это вот, что и есть. Вот, озеро очень чистое, красивое, опять же, если кто будет в Варанасе, проездом каким-то образом, вот, очень рекомендую, называется это Лекханье, деревня. Ну, и опять же, если говорить про Варанасе, там можно увидеть вот такие, например, удивительные вещи, нам повезло, однажды с моими туристами, это мы были в Рамнагаре, это форт, который находится напротив Варанасе, на другом береге, где живет Раджа Варанасе. То есть, несмотря на то, что у него нет политической силы, он, тем не менее, является царем города-мэром, его уважают, о нем знают, и время от времени, ну, как бы, он проводит различные там встречи, или к нему приезжают, собственно, гости, и вот мы попали как раз на церемонию, когда встречали его с карет и должны были сопровождать. Там очень громко на нас ругались военные по поводу того, чтобы мы никоим образом не мешали, не участвовали в этом действии, но, тем не менее, вот, мы попали и смогли это запечатлеть. Да, и опять же, не зная хинди, может быть, там договориться с теми же самыми охранниками и так далее, нам бы не получилось, мы бы там не оказались. Там, кстати, опять же, если говорить про музеев, очень интересная коллекция и оружия, и автомобилей всяких разных древних, так что, если кто будет в Варанасе, город Рамнагар вот обязательно, конечно, рекомендую. Там, кстати, еще несколько храмов при самом форте, таких очень тоже древних, очень интересных, так что, всячески, всячески могу советовать. Вот, ну, время у нас уже достаточно много, чтобы не задерживать, я вас такие самые ключевые вещи показал, которые хотел про использование. Что касается фраз, да, наверное, вот тут, наверное, нужно сказать. Конечно, ключевое, что, в первую очередь, нужно для общения с индийцами, ну, и что требуется, как правило, это спросить, сколько что-то стоит. Потому что, как только мы делаем это на хинде, особенно, если мы знаем счет, сколько там будет, 200, 300, 250, то цена, как правило, она там в 2-3 раза сразу же сбавляется, и договориться о цене становится значительно проще. Это первое. Второе, конечно, это вопросы о том, где, что и как находится, да, то есть, справа, лево, спереди, сзади, за углом, напротив, рядом. Вот, вот это те ключевые слова, которые, как бы, необходимо освоить для того, чтобы сориентироваться в пространстве. И здесь хорошо, если есть возможность взять карту и потренироваться на ней, там, придумать какое-нибудь местоположение и найти, где же это находится, и попробовать самому себе, скажем так, вот этими фразами объяснить, где то или иное место. Что еще могу сказать? Еще могу сказать, что, конечно, хинди очень помогает в том случае, когда есть какие-то критические ситуации. У меня, вот, например, была история с туристами, которые приехали в Аранаси, и их очень сильно в Дели обманули с билетами, с их стоимостью, с их количеством и так далее. И в конечном итоге, благодаря хинди, мне удалось вернуть деньги туристам в Аранаси, да, уже даже не в Дели. То есть мы пошли с ними вместе в туристическую полицию, которая есть на вокзале, нас оттуда отправили в полицейский участок, и в полицейском участке, ну, благодаря знанию хинди, я смог объяснить ситуацию, и, ну, как бы, вопрос был разрешен. И, несмотря на то, что это был Дели, казалось бы, что уже все, да, все уже куплено, все билеты оформлены и так далее, деньги были возвращены, все получилось, и это реально, да. То есть очень многие, может быть, в этой ситуации вы махнули рукой, ну, как бы, кармавей, что-то называется, так получилось, так сложилось. Нет, на самом деле в Индии есть специальные туристические полицейские участки, и туда можно смело обращаться в похожей ситуации, если вы понимаете, что каким-то образом что-то пошло не так, и у них есть возможность повлиять на эту ситуацию и ее разрешить. Это первая история. Вторая история – это вот у меня были туристы, которых мне хотели заселять в отеле, например. То есть мы приезжаем, у них на букингкоме оформленная броня, все правильно, но туристы делают, не туристы, прошу прощения, владельцы отеля, они делают вид, что они не понимают, о чем идет речь, не разговаривают на английском, и вообще, как бы, делают вид, что, ну, вообще ничего не происходит, что, как бы, никакой брони нет, что мест нет, и до свидания. И благодаря, как бы, владению хиндию мне удалось заселить в итоге этих самых гостей, очень все обошлось удачно, но индийцы вообще странные, да, если так говорить. Они вообще все в каком-то смысле немножко с приветом. Нет, с другой стороны, очень здорово, вот, бывает, необычно, ну, то есть, лэзи ингреди их бывает, к сожалению, так еще и называют, с одной стороны. А с другой стороны, ну, как бы, мне в этом смысле очень нравится в Шантараме, да, там говорится о том, что Индия – это страна сердца, они больше чувствуют эмоциями о том, как что-то должно происходить, и как оно должно быть, и в этом смысле, конечно, тут еще одно слово, да, которое очень, может быть, полезно, и нужно понимать его смысл. Это слово «каль», да, то есть слово «вчера» или «завтра», и это слово, которое индийцы говорят, когда они не хотят говорить «нет». В принципе, индийцы не любят говорить «нет». Если вы о чем-то с ними договариваетесь, и они говорят о том, что это будет «завтра», тут нужно понимать, что это «завтра» может длиться месяцами. И, ну, к этому нужно быть готовым. И здесь я бы разделил, ну, мой опыт, что индийцы, они делятся на две категории, то есть есть категории, которые могут говорить «вот это завтра», и оно может происходить бесконечно, и есть более такие четкие индийцы, которые отвечают за свои слова, и если они говорят «завтра», то это будет именно «завтра», а если не «завтра», то, соответственно, уже через несколько дней. И, как правило, мой опыт показывает, что это те индийцы, которые больше общаются с иностранцами, которые понимают, что для иностранцев, ну, это бывает очень важно, четко понимать и планировать свое расписание, когда они встречаются, когда будут билеты, я не знаю, там, и так далее. Вот. И, конечно, с этими людьми проще и эффективнее иметь дело, потому что, ну, они отвечают за свои слова, и если там что-то у них не получается, они предупреждают об этом, ну, и помогают в тот момент, когда это необходимо. И, опять же, для того, чтобы найти таких индийцев, хинди бывает очень помогает, в том числе. Вот. Ну, и слова, которые касаются времени, в принципе, конечно, сами по себе, они необходимы, во сколько часов, числа, в принципе, да, опять же, потому что для того, чтобы сориентироваться с номером автобуса, номером поезда, с какой платформы он отходит, это, как бы, очень необходимо, потому что у них бывает, поезд может, ну, как бы, уйти, ну, во-первых, опоздать, может, там, часов на 15, особенно зимой, там, на севере, из-за больших туманов. С одной стороны, с другой стороны, его, там, могут объявлять, там, скажем, на платформе 5, и за 5 минут до его прихода, а он там стоит всего, там, 2-3 минуты, взять и эту платформу поменять. И понятно, что в большинстве случаев, там, дублируется это на английском языке, но если понимать хинди и, как бы, быстро сориентироваться у соседей, и, как бы, с этим поездом, то это становится значительно проще и понятнее. Да, ну и так, под конец еще историю расскажу тоже из таких моментов, когда хинди бывает необходим, потому что, конечно, хинди очень непредсказуемы, и вот про поезда я просто сразу вспомню. Я как раз, когда ездил вот эту первую поездку, которую я вам показывал, про сельскую деревню, я ездил со своим транспортом, со своим скутером. Да, и вопрос в том, что у меня был купленный обратный билет, то есть я ездил туда из Варанаси, у них есть замечательная такая возможность, можно транспорт засовывать в специальный почтовый вагон транспортный, что мотоцикл, что скутер, что велосипед, и, как бы, он с тобой едет в поезде, просто в специальном выделенном вагоне. Для того, чтобы это сделать, нужно пройти определенную процедуру, то есть его тоже нужно оформить, слить весь бензин, упаковать, и это нужно сделать до прихода поезда за несколько часов. И вот как раз с этой историей, с поездкой в Химачал тогда, было очень забавно, потому что у меня были куплены обратные билеты, я пришел на станцию, и мне говорят, вы знаете, ваш поезд, он поедет, но через три станции, вот той, на которой вы сейчас находитесь. И эта станция, она находится в 200 километрах. И, как вы понимаете, ну, как бы, доехать до этой станции, успеет распаковать, ну, то есть слить бензин, упаковать скутеры, я уже не успевал никак, потому что, ну, у меня время было сделано с запасом, но на то, что этот поезд окажется уходит через три станции после, никак это не было рассчитано. Но, тем не менее, мне удалось добраться до Варанаси вместе со скутером, то есть мне удалось договориться на станции с людьми, они в конечном итоге все процедуры сделали, и просто его отправили другим поездом. То есть я добрался на проходящем поезде просто-напросто, а скутер мой доехал на соседнем, ну, на следующем поезде, просто как бы догнал меня уже. И, опять же, без знаний хинди, ну, как бы, ситуация была бы невозможна. Поэтому, конечно, из-за того, что Индия очень непредсказуемая страна и очень такая, как бы, специфичная, хинди в этом смысле очень сильно помогает. Да, потому что если вы попадете в нетуристическую зону, с вероятностью, там, 90% людей не разговаривают на английском, а на хинди вы сможете с ними решить, ну, как бы, любые, любые, собственно, вопросы. Да, и здесь вот, ну, вот насчет деревни еще, ну, как бы так, под завязочку уже. Сейчас, минутку. Да, я хотел, я просто вот не показал вам еще. Да, немножко, ну, большой объем фотографий, поэтому чуть-чуть немгновенно это происходит. Сейчас, минутку еще. А, ну, вот, собственно, загрузилось, да. Это вот деревня, она называется Мунуват, она находится вот недалеко от Варанасия. И вот это, например, местный магазин. Да. Вот так вот выглядят домики там. Деревня очень чистая, ни травинки, ни соринки, никаких пакетов. Идеальная чистота, улицы подметаются. Электричества практически нет, то есть, его включают на три часа в день, и там максимум его используют для того, чтобы посмотреть какие-то новости по телевизору. Вот таким образом происходит обучение тоже детей. Да, это вот местная школа. Ну, тут директор, собственно, школы. Ну, эти друзья индийцы, с которыми мы там познакомились, благодаря которым попали в эту деревню. Вот, там оболненнейшие водопады, о них мало кто знает, собственно. Да, большущие, красивейшие. Вот. Вот они показываются, Александра? Очень странно, слушайте. Ну, я попробую. Да, ну, то есть, видимо, не у всех, может быть. Странно. Потому что вроде у всех загрузиться было. Да, ну, вот такая вот деревушка. Ну, я туда возил несколько, собственно, групп туристов, и все были очень довольны, потому что... Ну, давайте я попробую еще раз переключить, может быть. Увидится, что все увидят. Сейчас, сюда сначала, и потом... Так, так, так. Деревня называется Нонуват. Она, конечно, очень специфичная, потому что она находится на границе со штатом Бихар. Я не знаю, как ситуация сейчас, тогда, когда мы туда ездили, водители очень опасались там оставаться вечером, потому что там орудует, орудовала такая банда наскалитов. Это такие, как бы, маоисты, которых Китай там определенным образом науськивает для того, чтобы подрывать экономику Индии, к сожалению. И они, в общем-то, безобразничают. Особенно если там с туристами были разные неприятные ситуации, когда там останавливали машины, переворачивали, ну и так далее. Но, на слава Богу, Бог милого, все прошло достаточно успешно. И... Никто не пострадал. Но, честно скажу, я впервые за эту поездку видел водителя, вороносийца, который, ну, реально был испуган тем, чтобы оставаться вечером и ехать по вечерней дороге, собственно, куда-то. Потому что, ну, там они считают это достаточно опасным. Для того, чтобы там ездить по вечерам. Так, ну что, я думаю, что про разговор, про полей мы достаточно так обсудили. Я предлагаю перейти к следующей части, потому что времени уже достаточно много. Мы просто еще задержались, к сожалению. Значит, вопрос Софии, да, скажу следующее. Значит, здесь вопрос в том, что реально ехать вполне. Здесь вопрос подготовки. Насколько вы готовы сориентироваться? Софии, да, скажу следующее. Сейчас, минутку, прошу прощения. Да. У нас к Риму подключился, у нее включился микрофон случайно. Так вот, если вы в первую очередь готовы к самостоятельным путешествиям и понимаете, какие нужно принимать меры безопасности для того, чтобы с вами ничего не случилось, да. Вообще в Индии в этом смысле чем дальше, тем легче. Тем, что то, что там было по сравнению с 10-15 лет назад, конечно, сейчас уже все значительно проще. Ну, потому что они уже стали более экономически состоятельны, у них очень такой быстрый экономический прогресс происходит. И поэтому те проблемы, которые были раньше в Дели, скажем, там с новыми зелеными туристами при приездах, они практически сейчас чем дальше, тем их все меньше и меньше. Вот. Насчет моих образовательно-профессиональных целей, я в первую очередь ехал изучать саму Индию, да, погружаться в нее, потому что, ну, мне очень там понравилось, я прямо почувствовал себя там в своей тарелке, и именно поэтому... Ну, там и провел обучение. То есть обучение это скорее был второстепенный план. То есть я, конечно, учился на менеджеру по туризму, но сказать, что само образование мне при этом было очень таким выгодным, не скажу, потому что в университете, по крайней мере, они не сильно прилагали усилия для того, чтобы дать знания. То есть для них интересно принять студентов, провести экзамены, отчитаться, снять с них, со студентов, собственно, оплату курса. Это как бы принципиально. То, что мы там освоим какие-то знания, здесь это уже вопрос второстепенный. Ну, для примера, мы изучали систему бронирования поездов и самолетов международную. И сложная система, такая навороченная, Amadeus называется. Их вообще в мире три. И с моей точки зрения, для того, чтобы ее освоить, ну, минимум нужно, наверное, недели три для того, чтобы полноценно начать с ней работать. У нас это заняло два занятия. Два занятия по 45 минут, и как бы считалось, что мы это освоили. Если же говорить о том, вот страшно-не страшно, я могу сказать, что, в принципе, в Индию, в первую очередь, если ехать и как бы немножко самостоятельно, для теста куда-то, лучше ехать на юг. Вот, например, в ту же самую Керала. Потому что Керала – это самый богатый штат, очень образованный штат, и там очень чисто, очень хорошие дороги, очень приветливые люди. И по Керале, в принципе, путешествовать можно самостоятельно, достаточно без проблем. Конечно, на севере, вот особенно, скажем, Бихар, то есть есть такие особо сложные штаты, это УП, Утар-Прадеш и Бихар. В них, конечно, лучше быть спроводником, потому что там численность населения очень большая. В УП, по сути, живет все население России, полтора миллиарда, чтобы понимать плотность населения. И поэтому… Прошу прощения, полтора миллиарда – это вся Индия, 150 миллионов. Да, 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 да. И, ну, там, где плотность населения большая, соответственно, там и ситуация более сложная. Трафик очень сложный, коммуникация сложная, много всяких разных экономических проблем, ну и так далее. Чем богаче штат и состоятельнее, чем больше развита инфраструктура, тем путешествовать, как бы, тем проще. По Химачалу, например, могу сказать, что очень удобно, там очень развитая автобусная сеть и очень комфортно можно, собственно, путешествовать. Но вот если говорить про блок американки, я могу сказать, что здесь, конечно, Индия – это еще, знаете, очень такая индивидуальная история, потому что, как сказала одна моя знакомая, и я с ней, наверное, соглашусь, что Индия, она работает как зеркало. Да, в том смысле, что очень многие поездки, они зависят не от того, куда вы едете, а с каким настроением, собственно, вы едете, что вы несете в себе, потому что это очень быстро начинает проявляться внаружи в виде тех ситуаций, которые вы встречаете, в виде тех людей, которые вы встречаете. Да, поэтому здесь вопрос в настрое очень большой, да, то есть если вы будете фонить тем, что вам страшно, то обязательно какая-нибудь неприятная ситуация может произойти. И наоборот, если вы можете быть расслаблены и легко подстраиваться под разные ситуации, то где бы вы ни были, скорее всего, пространство будет вам положительно настроено и как бы все будет хорошо. Поэтому здесь, в Индии в этом смысле everything is possible, как они говорят, да, все возможно. Сапка Учмилега. То есть бывают очень страшные истории, я много знаю таких, и бывают очень позитивные, очень классные, когда люди там приезжают буквально на пару-тройку дней на отдых, и потом как бы не могут оторваться, потому что, ну, как бы Индия их затягивает, и они дальше там остаются жить на многим-многим годы. Вот Варанаси в этом смысле, конечно, особенный город, потому что в нем очень много таких иностранцев, которые туда прямо переехали жить. Там есть американцы, есть испанец, насколько я помню, у которого свое там издательство книжное, есть те, кто стали там садгу, приняли аскезу некоторую, и вот они себя очень комфортно там чувствуют в своей тарелке и как бы пребывают там. Вот. Ну,